Интересный разговор состоялся в сообществе «Искусство без границ». Поэтесса написала «Би-эндит», написала стихотворение по поводу картины Пикассо «Любительница Абсента». Кафе парижское темно, полубогемно, многолико, По вечерам смешно-грешно, Слезами по бокалам слитым. Здесь и жизни страх, сказал, нельзя, И в щель глаза и губы сузил, Она ушла от всех и вся, переплетая руки. Возил к привечно загнанной в углу, Приблизился гарсон тщедушный, И неразбитую тоску на стол Поставил равнодушно. Я очаровался этим стихотворением, написал эссе «Подлинность порождает свою поэтическую изысканность». На первом плане проникновение в тот мир, Что ушел, и вроде бы с нами только через живопись, Ван Гога и так далее. Проникновение на первом плане в этом стихотворении, Что очень важно, проникновение. Часто погоня за изысканностью стиха Загораживает все и вся, Но здесь иначе, Подлинное ощущение той обстановки. Но подлинность порождает свою поэтическую изысканность, Которая выше любой изысканности, И это и есть подлинная прелесть, а не поддельная. И дальше я зашел к разговору о картине Пикассо. Тэн Кю Нами написал, мне тоже очень понравилось, Я даже на картину немного по-другому взглянул. А я приписал, что картина, хотя и Пикассо, Но не дурна. Раннее его творчество, Когда он еще учился, Ван Гога, Эмоне, А не стало эксплуатировать приемы, Ну, например, рисунки детей, шизофреников, африканцев. Еще чувствуется настроение парижского кафе. По этому поводу автор написал мне, А Пикассо... Он рассказал, что о подлинности. Я чувствую, что это нарисованная женщина. Художник передал ее бьющуюся нервную жизнь. Действительно, передал. А о Пикассо, искусствоведы пишут, что в этой картине Пикассо еще пишет под влиянием импрессиониста. Но картина содержит витражность, четкая граница, очерчены черные линии, пятна цветовые. А вообще абстракционизм и сюрреализм его дальнейший меня поразил только в гернике. Весь ужас, который так можно было передать художественно, по-моему, гениально переданный страх, боль и ужас, и одновременно скорбь живущих, видящих эту картину, скорбь по себе и себе подобного. Ну, поэтом Павденец писал, что мне все равно, что пишут искусствоведы. Художникам и то верить нельзя. Наговорятся три короба, оденутся в платье голого короля. Ведь специально для верующих сказка написана Андерсеном. Но на глаз видно, что приятное зрелище, есть уважение к персонажу и к ощущению, что свойственно было лишь великим Мане и Ван Гогу, но, грубо говоря, к десятку лишь живописцев. В гернике не вижу никакой трагедии. Ну, смешная и милая картинка. Прекрасно разработаны линии характерности детского рисования. Ну, возможность с примесью и шизофреников. Давно видел, мельком и плохо помню. Помню, что нарядность всего зрелища меня удивила относительно названия и разговоров вокруг. Эта картинка. Потом я нашёл эту картинку в интернете, поместил её и пишу. Ну вот, весёлая, нарядная очень картинка. Гораздо больше печали в этой даме с абсентом. Ну, кроме руки, которая на себя выразительно и страстно сжимает. Как-то вот так. Это фальшиво звучит вот эта рука, которая страстно сама себя сжимает. Потому что всё, что идёт от ума, и замысл всегда фальшиво. За что и хвалил стихотворение автора. За чувство. Вы почувствовали именно ту атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok